Видео подготовлено сайтом онлайнгдз.нет Всем привет! А сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 358. Нам нужно выполнить действие, а потом проверить подчисление с помощью микрокалькулятора. И первый пункт. 28,376 плюс 35,99 деленное на 5,9 минус 3,45 умноженное на 2,8. И все это делить на 3,52. Давайте сначала расставим порядок действий. Выполняются действия сначала в скобках. Здесь сначала деление, потом умножение, затем вот это сложение, вычитание, а в последнюю очередь вот это деление. И первое действие. 35,99 нужно разделить на 5,9. Чтобы разделить десятичную дробь на десятичную дробь, нужно перенести запятую в делители, то есть вот эту запятую, на один знак вправо, так, чтобы получилось натуральное число. 59 принесли в делители на один знак вправо, запятую, то и в деливом нужно принести на один знак вправо, запятую. Она окажется вот здесь. 359,9 делим на 59. Начинаем делить с целой части, с числа 359. И давайте попробуем взять по 6. 6 на 9, 54, 4 пишем, и 5 в уме. 6 на 5, 30, и 5 в уме, 35. 359 минус 354 будет 5. И девятку сносим. Девятку, которую мы снесли, шла после запятой, поэтому запятую и в частном поставили. И берем по одному. 1 на 59 будет 59, 59 минус 59, 0. Закончили деление. И второе действие. 3,45 нужно умножить на 2,8. Сначала умножаем, не обращая внимания на запятую, как натуральные числа. 8 умножаем на 3,45. 8 на 5, 40. 0 пишем, 4 в уме. 8 на 4, 32. 4 в уме, 36. 6 пишем, 3 в уме. 8 на 3, 24. И 3 в уме, 27. 2 умножаем на 3,45. 2 на 5, 10. 0 пишем, и 1 в уме. 2 на 4, 8. 7 и 1 в уме, 9. 2 на 3, 6. Складываем. 0 сносим, 6 и 0, 6. 7 и 9, 16. 6 пишем, и 1 в уме. 2 и 6, 8. 7 и 1 в уме, 9. Вспоминаем о том, что мы умножали десятичные дроби. Значит, нужно где-то поставить запятую в получившемся произведении. Два знака после запятой в первой десятичной дроби. Один знак после запятой во второй десятичной дроби, который мы умножали. Значит, в получившемся произведении будет 3 знака после запятой. Раз, два, три. Ставим запятую. 9,66. Третье действие. 28,376 плюс результат первого действия. В первом действии мы получили 6,1. Запятая должна обязательно оказаться под запятой при сложении. Тогда шестерка будет здесь, а единица здесь. Шестерку сносим, семерку сносим, 3 и 1. 4 запятую снесли. 6 и 8, 14, 4 пишем, и 1 в уме. 2 и 1 в уме, 3. 34,476. Четвертое действие. Нужно из результата третьего действия, это 34,476 вычет результат второго действия. Во втором действии мы получили 9,66. Тут при вычитании, как и при сложении, запятая обязательно должна оказаться под запятой. 9 здесь, 66, соответственно, здесь. Шестерку просто сносим. 7-6, 1, 4, минус 6 вычесть не можем. У четверки занимаем 14, минус 6, 8. Снесли запятую. У четверки заняли, тройка осталась. 3 минус 9 не вычесть, у тройки занимаем. 13 минус 9, 4. У тройки заняли, двойка осталась. 24,816. И пятое действие. Нужно 24,816 разделить на 3,52. Делители нужно перенести в запятую вправо так, чтобы получилось натуральное число 352, то есть на два знака вправо. И, значит, и в делимом на два знака вправо запятую переносим. Это оказывается между ницей и шестеркой. 2481,6 делим на 352. И давайте попробуем взять по 7. 7 на 2, 14, 4 пишем и 1 в уме. 7 на 5, 35 и 1 в уме, 36, 6 пишем и 3 в уме. 7 на 3, 21 и 3 в уме, 24. Почитаем. 1 минус 4 вычесть не можем, у восьмерки занимаем. 11 минус 4, 7. Восьмерки заняли, семерка осталась. 7 минус 6, 1. 4 минус 4, 0. 2 минус 2, 0. И шестерку сносим. Шестерку, которую мы снесли, шла после запятой, поэтому в частном запятую поставили 176 меньше, чем 352. Поэтому в частное добавляем 0. После шестерки можно записать сколько угодно нулей и его, этот 0, снести. 1760 делим на 352 и берем по 5. 5 на 2, 10, 0 пишем и 1 в уме. 5 на 5, 25, 1 в уме, 26, 6 пишем и 2 в уме. 3 на 5, 15 и 2 в уме. 17760 минус 1760, 0. Деление закончили и получили 7,05. Это значение всего выражения под первым пунктом. Теперь все наши вычисления мы должны проверить с помощью микрокалькулятора. И давайте проверим первое действие. 35,99 нужно было разделить на 5,9. Получаем 6,01. То, что у нас получилось. Второе действие. 3,45 нужно было умножить. У меня умножить это звездочка на 2,8. Получаем 9,66. То, что получилось у нас. Третье действие. 28,376 плюс 6,1. 34,476. Смотрим. Действительно, столько получилось и у нас. Четвертое действие. 34,476 минус 9,66. 24,816. И 24,816 делим на 3,52. 7,05 получили. Все правильно решили под пунктом 1. И решаем пункт 2. 6,4 умножаем на 8,25 минус 32,396 и плюс 35,51 деленное на 5,3. И все это выражение нужно еще разделить на 4,48. Расставляем порядок действий. Первое действие – умножение. Второе – деление. Третье – вычитание. Четвертое – сложение. И пятое действие. Вот это деление. Первое действие. 6,4 умножаем на 8,25. Умножаем сначала, не обращая внимания на запятую. 5 на 64. 5 на 4 – 20. 0 пишем и 2 в уме. 5 на 6 – 30. И 2 в уме – 32. 2 на 64. 2 на 4 – 8. 2 на 6 – 12. 8 на 64. 8 на 4 – 32. 2 пишем и 3 в уме. 8 на 6 – 48. И 3 в уме – 51. Складываем. 0 сносим. 2,8 – 10. 0 пишем и 1 в уме. 3 и 2 – 5. И еще 2 – 7. И 1 в уме – 8. 1 на 1 – 2. И пятерку сносим. Вспоминаем про запятые. Один знак после запятой в первой дроби, два знака после запятой в второй дроби. Значит, в получившемся произведении будет 3 знака после запятой. 52,8. Второе действие. 35,51 нужно разделить на 5,3. Переносим запятую в делителе на один знак вправо. Значит, и в делимом на один знак вправо запятую переносим. 355,1 делим на 53. И давайте возьмем по 6. 6 на 3 – 18. 8 пишем и 1 в уме. 6 на 5 – 31. В уме – 31. Вычитаем. 5 минус 8 не вычесть. Пятерки занимаем. 15 минус 8 – 7. Пятерки заняли. Четверка осталась. 4 минус 1 – 3. 3 минус 3 – 0. И единицу сносим. Единицу, которую мы снесли, шла после запятой. Значит, запятую в частном поставили. И давайте попробуем взять по 7. 7 на 3 – 21. 1 пишем и 2 в уме. 7 на 5 – 35. И 2 в уме – 37. 371 минус 371 – 0. Третье действие. Из результата первого действия, здесь у нас получилось 52,8, вычесть нужно 32,396. Запятая должна оказаться обязательно под запятой. 32 здесь, 396 здесь. Давайте уравняем количество знаков после запятой. Допишем 0 после восьмерки. 0 минус 6 не вычесть. У этого 0 занимаем. Здесь нечего занимать. У восьмерки сначала занимаем. Теперь все 0 десятками становятся. 10 минус 6 – 4. Здесь заняли. Девятка осталась. 9 минус 9 – 0. У восьмерки заняли. Семерка осталась. 7 минус 3 – 4. Запятую снесли. 2 минус 2 – 0. 5 минус 3 – 2. 20,44. Четвертое действие. Нужно к результату третьего действия. Здесь у нас получилось 20,4 тысячных. Прибавить результат второго действия. В втором действии у нас получилось 6,7. Запятая обязательно под запятой при сложении и вычитании должна оказаться. Четверку сносим. 0 сносим. 4 и 7. 11 и 1. Пишем 1 в уме. Запятую сносим. 6,0,1 в уме 7 и двойку сносим. 27,14. И пятое действие. 27,104, только не сотых, а тысячных. Нужно разделить на 4,48. Переносим запятую в делителе на два знака вправо, чтобы получилось число 448. Значит, нам два знака вправо, запятую и в деливом перенесем. Получили 2710,4. Делим на 448. И давайте возьмем по 6. 6 на 8 – 48. 8 пишем. 4 в уме. 6 на 4 – 24. И 4 в уме – 28. 8 пишем. И 2 в уме 6 на 4 – 24. 2 в уме – 26. Вычитаем. 0-8 не вычесть. У единицы занимаем. 10-8 – 2. У единицы заняли, 0 остался. Занимаем у семерки. 10-8 – 2. 6-6 – 0. 2-2 – 0. Четверку сносим. Четверку, которую мы снесли, шла после запятой. Поэтому в частном запятую поставили. 224 меньше, чем 448. Поэтому в частное дописали 0. После четверки, которую у нас после запятой, можно дописать сколько угодно нулей. Дописываем 1. И его же сносим. 2240 делим на 448. Давайте возьмем по 5. 5 на 8 – 40. 0 пишем. 4 в уме. 5 на 4 – 20. 4 в уме – 24. 4 пишем. 2 в уме – 4 на 5 – 20. И 2 в уме – 22. Вот читаем, получаем 0. И получили в пятом действии 6,05. И это ответ ко всему второму пункту. 6,05. Давайте теперь проверим результат с помощью калькулятора. Так, у нас тут результат предыдущего. И первое действие. 6,4 нужно было умножить на 8,25. 52,8. Правильно. В первом действии мы все посчитали. Проверяем. Второе действие. 35,51 мы делили на 5,3. 6,7. Третье действие. 52,8 минус 32,396. 20,404. Теперь к этому результату прибавляем 6,7. Получаем 27,104. И теперь 27,104 делим на 4,48. 6,05. Получили. И совпал наш ответ с тем результатом, который у нас получился на калькуляторе. Значит, все мы решили верно. Выполнили задание 358. Ну, а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.